Наркотики Елена Моисеинга из Обнинска Успешная молодая красивая девушка Пристрастилась к наркотикам Вполне во взрослом осознанном возрасте Бывший бортпроводник А затем учитель иностранных языков в платной школе Она сначала попробовала амфетамин За компанией с друзьями Затем решила, что снять усталость и поднять себе настроение Может только наркотиками Мне казалось, я вот приходила уставшая Потом я еще репетиторством занималась Это все до ночи крутилось Мне еще надо было вот такие стопки в тетради проверять И потом это стало в зависимость Без этого мне уже не было никаких сил Без этого мне не хотелось уже ничего делать В дом матери и ребенка, что под Тверио, Елена попала беременной Без наркотиков женщина уже не могла жить И таких историй здесь предостаточно За 6 лет через социальный приют Жизнь одна уже прошли 300 женщин Со всех концов нашей страны Социальный волонтерский проект Дом матери и ребенка Жизнь одна Одно из направлений, которое поддерживает Благотворительный фонд Хлебодар Его руководитель Анна Орлеанская Не понаслышке знает, какая жизнь по ту сторону иглы Сегодня она хочет донести до каждого Наркотики – это зло В понедельник в промышленно-экономическом колледже Прошел ток-шоу, инициатором проведения которого Выступил фонд Хлебодар Мы видели уже неоднократно, как эта беда и проблема Разрушает судьбы, семьи Калечит, кто-то погибает И поэтому я считаю, что очень важно Периодически Организовывать подобные мероприятия И говорить об этой проблеме Чтобы у людей это было на слуху Во встрече приняли участие представители правоохранительных органов и духовенства Студенты смогли задать им любые вопросы Какой срок дают распространение наркотиков И есть ли поблажки для несовершеннолетних Что делать, если нашел наркотики В этой встрече благотворительный фонд Хлебодар Поддержал Тверской бизнес Салон красоты Чика Бонита, что на Тверском проспекте 8 Уже несколько лет помогает проводить мероприятия фонда По словам руководителя Яны Борисенко Ею движет одна цель – донести до молодежи, что жизнь одна Ее не стоит убивать наркотиками Для меня очень важно тем, чем живет сейчас молодежь То есть я не хочу оставаться вдалеке от этого вопроса Потому что мое окружение было разное И часто меня окружали люди, у которых были проблемы с зависимостью Я видела, я наблюдала Я знаю то, что каждый думает, что завтра может бросить Но этого не происходит И поэтому для меня важно Внести хоть какой-то свой вклад И донести молодежи, что в жизни есть много чего На что можно обратить внимание Не стоит выдумывать количество употреблений После которых зависимость возникает Она возникает сразу Из-за постоянных отравлений обостряются хронические болезни Или приобретаются новые И это не легкие покалывания Это вполне конкретные гепатиты, циррозы, инфаркты, инсульты Ампутированные конечности Получает ли наркоман знания Отличное знание обычного человека? Получает Но они не связаны с постижением чего-то, с движением вперед Они связаны с дном и только А потому какую жизнь выбирать Каждый должен решить сам Субтитры создавал DimaTorzok